Первый рейс новый для Камчатского края авиакомпании совершил посадку в аэропорту города Елизово буквально несколько минут назад. Сейчас пассажиры, которые находятся в салоне, готовятся к выходу, а люди, которые улетят этим же бортом обратно в Благовещенск, уже прошли регистрацию. Перелет из Амурской области на Камчатку занял три часа. Из Благовещенска самолет вылетел утром, поэтому посадка во второй половине дня. Рейсы выполняются самолетом «Сухой Суперджет». Эконом 5,950. Самый дорогой бизнес-класс 13 с копейками. Ну, достаточно. Народу мало, на 100 мест 18 человек всего. Комфортный самолет? Отлично. Снеки, бутерброды, кофе. Соков не было. В аэропорту в это время идет регистрация. Татьяна с сыном гостили на Камчатке у родственников и теперь летят домой. Перелет с маленьким ребенком обычно не самый приятный процесс, поэтому открытию альтернативного рейса Татьяна рада. До этого мы летали тоже с ребенком и посадка у нас была в Новосибирске, пересадка. До Новосибирска мы летели 7 часов, почему-то рейс задержали и долго летели. И еще от Новосибирска до Красноярска полтора часа. А сейчас в общей сложности с посадкой в Благовещенске мы летим 7,45. Поэтому и время очень удобно, чтобы чуть поменьше, хоть на полтора часа, но меньше. Все перелеты Петропавловск-Камчатск, мы летим с сыном в Красноярск, стоят за 20 тысяч, а именно этот рейс 10 тысяч и с багажом. Поэтому нам это очень оказалось удобно и в удобное время, поэтому мы выбрали именно этот рейс и это время. Низкой стоимости билетов удалось добиться благодаря субсидированию государством тех рейсов, которые летают на Дальний Восток. Причем количество льготных мест на каждом рейсе не лимитировано, а купить их может любой желающий. Это большое развитие связи с другими регионами, но это говорит о нашей мобильности, что пассажир может, не летая через другие города Владивостока или Хабаровск, попадать в тот же Благовещенск. И это очень, думаю, будет и для транзитников, и в целом прямой рейс. Очень прекрасно. Поэтому мы только боремся за это, и мы планируем в будущем еще другие рейсы открывать. Благовещенск у этой авиакомпании выполняет функцию Хаба. Там самолет совершает посадку на непродолжительное время, а затем летит дальше, в города Сибири. Рейсы Петропавловск-Камчатский-Благовещенск будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и средам. Транзитом через Благовещенск мы будем летать на Камчатку из Красноярска и Иркутска. То есть теперь жители Камчатки смогут улететь напрямую не только в Благовещенск, но и в Иркутск или Красноярск. Пока рейс не раскатан, поэтому загрузка невысокая, но мы уже отмечаем постепенный рост загрузки на глубину. Сейчас можно купить билеты на рейсы до конца ноября. Если спрос на эти направления сохранится, авиакомпания будет решать вопрос о продлении полетов на 2021 год. Александра Галдина, Алексей Кузьмин, информационное агентство Камчатка.